Очень много людей, и мне пишут, я хочу к вам в команду, умею вот это. Или я отличный программист, возьмите меня в штат алготрейдеров. Человек не очень понимает, наверное, что вот просто от того, что он хорошо программирует, куда-то его взять в штат, это значит его полностью довести до какого-то нашего уровня, с ним заниматься, и не факт, что получится. И никто на себя не хочет брать эти, в первую очередь, временные риски. Мы, опять же, мы же не просто так вот, мы такие открытые, но к нам вот никак нельзя попасть. Масса способов. Я говорю, принеси готовый продукт, если ты хочешь попасть в штат трейдеров, у нас есть UT-челлендж, его можно пройти и стать. А дальше уже тоже все зависит от результата и от каких-то личных качеств. То есть человек, вполне возможно, после челленджа может точно так же сесть рядом с нами в офисе. Это абсолютно реально, абсолютно нормально. Но для этого нужны какие-то особые условия, и они не нами продиктованы. То есть это не то, что вот место, чтобы его заслужить, нужно целый перечень. Это достаточно случайное событие. Потому что хороших трейдеров, даже из тех, кто проходит челлендж, их довольно много. Действительно, прям таких толковых, хороших, потенциально очень классных трейдеров. Ну, да, по большому счету попасть в семью. Но попасть в семью просто так тоже не получится. И в любом случае вход будет, даже если он возможен, через нечто такое, что человек готов привнести и, ну, грубо говоря, точно так же поделиться. То есть, собственно, что я подразумеваю? Вот опять же тот же самый пример. Человек пришел с каким-то решением. Если наша небольшая помощь в виде ресурсов, какой-то там, скажем, передачи небольшого опыта, сможет на этом, ну, неплохо зарабатывать, то это уже здорово. Это будет его проект. Мы себе ничего не забираем. Он сам же его и будет вести. То есть это человек абсолютно самостоятельный, который уже сам впоследствии сможет кому-то что-то делегировать, там, распоряжаться какими-то другими ресурсами и прочее. Вот такие нам нужны. А просто классные ребята, которые все умеют и много читали, или там очень много учились, или просто огромный опыт за спиной. Ну, это не то. Человек, которого нужно организовывать специально, мы и так найдем с помощью вакансий. Нам не надо. Ну, просто это вот, знаешь, это как, ну, не знаю, несложно подобрать какую-то аллегорию или какое-то сравнение более-менее приемлемое из жизни. Ну, вот реально не надо. Вот ваши вот там, понимаешь? Во-первых, почему не надо? Потому что я хорошо знаю статистику. 99 из 100 таких идей, они совершенно бредовые. Они вообще жить не могут и работать не могут. Это все из области, вот человеку там что-то привиделось, он бежит с этим. На самом деле он хочет обсудить. Он хочет, чтобы я посмотрел, разобрался. Но даже для этого нужно, чтобы он мне предоставил какой-то более-менее описанный вариант. Это может быть презентация, еще что-то. Я готов людей приглашать в офис, чтобы они приходили. Вот вам компьютер. Не надо мне ничего в руки передавать, свою идею. Покажите хоть что-то, какие-то результаты, какие-то тесты, какие-то там, ну, не знаю, как-то предоставьте этот материал, чтобы он был мне понятен. А то просто у меня есть стратегия, возьмете к себе, так покажи. Ну, там, в общем, это долго. Давайте вот начнем работать, и будет что-то. Не прокатит. То есть даже если вы хотите прийти с какой-то своей... Ну, тут всегда краеугольный камень, да? Любая стратегия, которую хотят предложить, она, естественно, не ручная. Потому что если что-то ручное, то, ну, открывай счет, бери, торгуй, как бы, и делай. Тут вопросов нет. Если есть какие-то вопросы по размеру капитала, рискам, там, проценту прибыли, комиссиям, это все действительно обсуждается в частном порядке. Но опять же, после того, как будет какой-то результат. То есть человек хочет заранее условий для того, чего он еще не сделал. А я объясняю. Я говорю, ты сначала поторгуй вот в тех условиях, которые тебе дали изначальные, в равных абсолютно. Мы первые увидим, что у тебя все нормально. Не надо за это переживать. Мы как бы просто так не пройдем мимо, если видим, что у человека все здорово. Мы сами выйдем на контакт, там, обсудим, что-то предложим. Но даже если вдруг по какой-то причине, или считаешь, что у тебя все хорошо, мы с тобой не связались, вот если есть определенный опыт, много трейдов, там, или там полгодика поторговал, вот результат, все понятно. Вот с этим уже приходишь, с конкретным предложением, с конкретным разговором. Всем рады абсолютно. Ну, человек, знаешь, уже то, что пришел и готов там чем-то поделиться, как бы это абсолютно нормально в нашей среде, я имею в виду нормальных людей, что ты как бы к этому относишься с некоторым уважением, то есть окей. Но даже если на поверку это оказывается какой-то ерундой, ну, значит, просто не получилось и все. Никаких претензий не будет. Так что, чтобы стать частью команды, надо в первую очередь что-то в нее привнести. Не просто себя, вот я такой хороший, а что-то конкретное, отдельное. И с этим уже можно работать. Спасибо. Спасибо. Спасибо.